Звездой может стать каждый. Под таким девизом прошел 42-й международный творческий фестиваль в Казани. Вместе с коллективами из множества регионов России в нем приняли участие и новоуренгойский вокальный ансамбль «Акварель», и дети с ограниченными возможностями творческого коллектива «Сюрприз». Они заявили о себе во всех пяти конкурсных номинациях и стали победителями. Мария Федорчук с подробностями. Творчество не знает границ, считают особенные дети коллектива «Сюрприз». Но как могут спеть песню те, кто ее не слышит? Вместе с педагогами они нашли ответ на этот вопрос. Разучили слова и дополнили их танцем. А чтобы песня стала понятна каждому, передали смысл с помощью языка жестов. Оставив волнение за кулисами, они бесстрашно выходят на сцену. «Сюрприз» стал единственным коллективом, в котором поют и танцуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Они не надеялись на победу, но им сразу удалось покорить сердца зрителей и жюри. И «Сюрприз» завоевал свои первые две звезды. В номинациях «Эстрадный танец» и «Оригинальный жанр». «Вообще этот фестиваль, конечно, для обычных детей, для очень профессиональных коллективов. Но несмотря на то, что дети у нас особенные, я немножко, может быть, и сказать, и рискнула. Организовать такой выезд, даже вот взять хореографию, было очень много коллективов и очень много детей. Честно говоря, я не ожидала, что мы возьмем лауреат первой степени. Во-первых, это было для нас очень неожиданным, для детей, конечно, мы стояли в таком недоумении на сцене, как это. Я вообще, честно говоря, думала, что вообще про нас забыли. Оказывается, здесь нам вообще дают такое высокое звание. Я была очень рада и счастлива. А дети, конечно, до безумия. И я за ними потянусь, вот-вот до неба доберусь, чтобы на облаке немного полетать. Завоевать еще четыре звезды на фестивале удалось и образцовому вокальному коллективу «Акварель». Они выступили в самой масштабной по числу участников номинации «Эстрадный вокал». Я единственное боялась, чтобы вдруг остановиться. И еще и мало ли того, что слезы могут быть. Да все могут, потому что на этом конкурсе все было. И слезы, и много всяких, знаете, непредвиденных обстоятельств. Но слава богу, дети выдержали этот конкурс. И я вообще ни на что не рассчитывала. Я первый раз ехала, я думала, ну просто пусть попробуют. Ну а мы оказались еще и места позанимали. В копилке ансамбля «Акварель» третье место и дипломы лауреатов. Воспитанники коллектива признаются, победить помогла поддержка педагогов. Глядя на волнение наставников, дети понимали, права на ошибку у них нет. Выступая перед большой аудиторией, они старались изо всех сил. Я, конечно, удивилась и не знала, как там все выглядит, потому что я участвовала первый раз в этом конкурсе. Там было много детей. И, конечно, я упорно и сильно старалась, чтобы не подвести педагога. Я там чуть-чуть волновалась, особенно с первой песни, когда я выступала. Я боялась какую-то ошибку сделать и хотела сделать как более лучшую песню спеть. Я очень обрадовался. Конечно, я думал, что я так первое место заработаю. Но когда я увидел столько народу, я просто думаю уже, о, где я? Я что, в район касался? Но очень обрадовался сильно. Теперь девять заветных звезд небосклонной искусств все-таки в руках воспитанников Дома детского творчества. Водушевленные победы они придумали новое, грандиозное шоу. Через год ансамбль «Акварель» планирует отметить свой 15-летний юбилей тоже международным фестивалем. Его хозяевами они станут уже сами. Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Антон Берестянский, служба новостей «Импульс»